Здравствуйте, уважаемые девяти классники. Тема сегодняшнего урока «Важнейшие соединения кальция». В результате изучения данной темы вы будете способны характеризовать состав важнейших соединений кальция, описывать химические свойства важнейших соединений кальция, составлять уравнение реакций, характеризующих химические свойства оксида кальция и гидроксида кальция, показывать применение соединений кальция в строительстве в соответствии с их свойствами, формулировать личное мнение о значении металлов и их соединений. Старший брат-красавец Мрамор славен именем Карары, превосходный зодчий. Он строил Рим и Парфенон, всем известен известняк, потому и назван так, знаменит своим трудом, возводя за домом дом. Испособен, и умел, младший мягкий братец Мел. Как рисует, посмотри, этот кальций СО3. Итак, какие соединения кальция являются наиболее важными? Оксид кальция, в технике его называют негашеная известь, кальций О. Гидроксид кальция, техническое название, гашеная известь, известковая вода, известковое молоко. Соли кальция, такие как сульфат кальция, кальция СО4, гипс, алебастр, карбонат кальция, мел, мрамор, известняк. Что же такое оксид кальция? Техническое название, негашеная известь. По физическим свойствам, это белое тугоплавкое вещество, которое очень энергично взаимодействует с водой, образуя гашеную известь, применяемую в строительству. Оксид кальция также используется в производстве сахара. Рассмотрим получение и химические свойства оксида кальция. Получается оксид кальция при нагревании карбоната кальция. Так как оксид кальция является основным оксидом, то при взаимодействии с водой образуется соответствующее основание. Кальций О плюс H2O образуется кальций OH дважды, гидроксид кальция. Как основной оксид, оксид кальция реагирует также с кислотами и кислотными оксидами. Обратите внимание на уравнение реакции взаимодействия оксида кальция с соляной кислотой. Кальций О плюс 2H хлор образуется кальций хлор 2 плюс H2O. При взаимодействии оксида кальция с оксидом углерода 4 идет следующая химическая реакция. Кальций О плюс СО2 образуется кальций СО3. Данная реакция происходит на воздухе при хранении кальций О. Из воздуха он поглощает углекислый газ. Гошеная известь это гидроксид кальция кальций OH дважды, порошок белого цвета, плохо растворимый в воде. Гошеная известь применяется для приготовления различных строительных растворов. Рассмотрим химические свойства гидроксида кальция. Первая реакция это взаимодействие с кислотами. Знаем, что реакция между основанием и кислотой называется также реакцией нейтрализации. Обратите внимание на уравнение реакции. Данное уравнение взаимодействия гидроксида кальция с раствором серной кислоты. Протекает реакция обмена. Кальций ОН дважды плюс H2SO4 образуется кальций СО4 плюс 2Н2О. Если мы обратимся к таблице растворимости, то заметим, что образующаяся соль кальций СО4, сульфат кальция, является малорастворимой, поэтому постепенно выпадает в осадок. Следующее свойство – взаимодействие с кислотными оксидами. Эта реакция происходит при пропускании углекислого газа через известковую воду и является качественной реакцией для обнаружения углекислого газа. Кальций ОН дважды плюс СО2 образуется кальций СО3 плюс H2О. Также, если обратиться к таблице растворимости, то можно заметить, что образующаяся соль карбонат кальция является нерастворимой солью в воде, поэтому постепенно выпадает в осадок. Следующее свойство – при дальнейшем пропускании углекислого газа через известковую воду раствор снова становится прозрачным, так как при этом образуется кислая соль – гидрокарбонат кальция, имеющий более высокую растворимость в воде. Обратите внимание на уравнение химической реакции. Этот процесс является обратимым, поэтому при нагревании гидрокарбонат кальция снова разлагается с выделением углекислого газа и при этом образуется осадок карбоната кальция. Взаимодействие с солями. Следует отметить, что данная реакция происходит при условии, если в результате реакции одно из образующихся веществ плохо растворимое в воде и выпадает в осадок, поэтому следует пользоваться таблицей растворимости. В данном случае приводится пример взаимодействия гидроксида кальция с раствором сульфита натрия. Реакция возможна, так как в качестве продукта образуется нерастворимое соединение кальций СО3 – сульфит кальция. Обратите внимание на уравнение химической реакции. Области применения гидроксида кальция следующие. Важным потребителем является стекольная промышленность. Также большие количества требуются для целлюлозно-бумажной промышленности. Кроме того, гидроксид кальция используется в металлургии в больших количествах при производстве стали, где гашуная известь используется для удаления фосфора, серы, кремния и марганца в производстве магния. Известь – это наиболее распространенный химический реагент для обработки источников воды, питья и промышленности. Применение гидроксида кальция в строительстве. Гашуная известь – это гидроксид кальция, получаемый при обработке оксида кальция с водой. Этот процесс протекает с большим выделением теплоты. Известковое молоко – это суспензия гидроксида кальция в воде, которая применяется для побелки потолков, стен, стволов деревьев по весне для защиты об обморожении и вредных насекомых. Гидроксид кальция входит в состав бордосской жидкости в смеси с медным купоросом для борьбы с возбудителями грибковых заболеваний, плодовых, овощных и декоративных культур. Где еще находят применение соединения кальция? Для изготовления скульптур также соединение кальция используется в строительстве, для известкования почв, также используется в качестве мела, школьниками и учителями. Карбонат кальция – одно из самых распространенных на Земле соединений. Минералы на основе кальция СО3 покрывают около 40 миллионов квадратных километров земной поверхности. Мел, мрамор, известняки, ракушечники – все это кальция СО3 с незначительными примесями, а кальцит – это чистый кальций СО3. Еще одно важное соединение кальция – это фосфат кальция, кальций-3, ПО4 дважды. Это вещество нерастворимо в воде, основа минералов, фосфоритов и апатитов. Из них производят фосфорные удобрения, без которых было бы невозможно получение высоких урожаев в сельском хозяйстве. Фосфат кальция также входит в состав костей животных. А теперь давайте проверим, как вы усвоили данную тему. Первый вопрос. Найдите соответствие. Обратите внимание, в левом столбике даны химические формулы соединений кальция, в правом – их технические названия. Итак, сверим ответы. Кальций-О – это негашеная известь. Кальций-СО3 – это известняк, мрамор и мел. Кальций-О2 называется гашеной известью. Вопрос номер два. Выберите характеристики для оксида кальция. Относится к кислотным оксидам. Имеет техническое название «негашеная известь». Это белое твердое гигроскопичное вещество. Оно тугоплавкое и термически устойчивое. Поглощает влагу и углекислый газ из воздуха. Обратитесь еще раз к нашему уроку и найдите правильные утверждения. Проверим себя. Итак, утверждение номер два является верным. Утверждение номер три. Утверждение номер четыре. И утверждение номер пять. Вопрос номер три. Оксид кальция взаимодействует с каждым из трех веществ. Обратите внимание на предложенные варианты. В каждом варианте дано три вещества. Итак, правильными являются следующие ответы. Первый. Второй. Только два ответа. Вопрос номер четвертый. При нагревании взаимодействуют между собой. Выберите, пожалуйста, пары веществ. Для этого еще раз обратите внимание на химические свойства оксида кальция, которые мы сегодня с вами рассмотрели. Проверим себя. Итак, ответ номер два. Между собой могут реагировать оксид кальция и оксид кремния, так как оксид кальция это основной оксид, а оксид кремния это кислотный оксид. Также между собой реагирует оксид кальция и оксид углерода четыре, так как оксид кальция основной оксид, а оксид углерода 4 является кислотным. Вопрос номер 5. Для водного раствора кальцио аж дважды характерное взаимодействие с... Выберите, пожалуйста, с какими веществами? Кислотными оксидами, щелочами, основными оксидами, оксидами неметаллов. Проверим себя. Правильными являются первый ответ, четвертый ответ. Вопрос номер 6. Найдите соответствие. Даны пары веществ в левом столбике, в правом столбике даются продукты реакции. Найдите соответствие между левой и правой частью химических уравнений. Проверим себя. Итак, первая пара веществ кальцио аж дважды и h2су4. Продуктами реакции являются кальцио су4 плюс 2 h2о. Вторая пара веществ кальцио аж дважды плюс СО2. В данной реакции образуется кальцио 3 плюс h2о. Третья пара веществ кальцио аж дважды и натрий-2су4. Продуктами реакции являются кальцио су4 и 2 h2о. И четвертая пара веществ кальцио плюс h2су4 образуется кальцио су4 плюс h2о. Спасибо за внимание. Надеюсь, что сегодняшняя тема вам понравилась. Дальнейших успехов в изучении химии!